Волгоградские больницы вышли в социальные сети ради пациентов. Волгоградские больницы вышли в социальные сети ради пациентов. 8 часов ровно 24 апреля 2020 года. Знак авторского права. Фотолия, Оксна Казмана. За компьютером. Знак авторского права. Фотолия, Оксна Казмана. Москва, 24 апреля РИА Новости. Прямые эфиры с лечащими врачами. Видеоуроки и дистанционные консультации узких специалистов, Ведущие медицинские учреждения Волгоградской области вышли в соцсети, чтобы во время самоизоляции оставаться на связи с пациентами и дать им возможность получить ответы на интересующие их вопросы, не выходя из дома. Справляемся с последствиями инсульта на базе 25 больниц и скорой медицинской помощи Волгограда. ГУСГА ББЭП-25, открыта школа инсульта для пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, и их родственников. Занятия в такой школе проводятся еженедельно по четвергам в онлайн-режиме на страницах больницы в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram. Публикация от 25 больницы Волгограда, собака КБПП-25, 9 апреля 2020 года в 1 час 08 минут ЭДТПО словам медиков. Занятия помогают информировать пациентов и их родственников о клинических проявлениях и причинах возникновения инсульта. Формировать у них мотивацию к своевременному и постоянному профилактическому лечению. Помогать пациентам и их родственникам подготовиться к возвращению перенесшего инсульт пациента домой в социум, а также к их адаптации. Чтобы предотвратить риск распространения коронавирусной инфекции, мы максимально ограничили посещение нашего стационара, но мы по-прежнему должны помогать пациентам и их родственникам сформировать навыки реабилитации и ухода за больными членами семьи, помочь преодолеть дезадаптацией, внутренний стресс, у больных, перенесших инсульт и их родственников, рассказал представитель больницы. Программа обучения в школе инсульта включает в себя обязательные темы, среди которых общая информация об инсульте, принципах и средствах ухода за больным, подходах и средствах реабилитации, постинсультных состояниях, лечебной физкультуре для пациентов, перенесших инсульт, психологических реакциях на развившиеся заболевания и о юридических основах социальной помощи пациентам. В онлайн-режиме мы имеем возможность общения с обратной связью, с ответами на интересующие людей вопросы, пояснили в больнице. На страницах больницы в социальных сетях сегодня можно найти три записи прямых эфиров, посвященных восстановлению больных после инсульта, восстановлению речи после острого нарушения мозгового кровообращения в двух частях, а также рекомендации по уходу и профилактике возникновения осложнению людей после онк от врача-специалиста по лечебной физкультуре. В связи с эпидемиологической обстановкой многие переживают, все время думают о происходящем, не спят ночью, доводят себя до избыточного нервного напряжения, а ведь стресс и паника могут ухудшить течение сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут обостриться от страха перед коронавирусом. Если успокоиться самостоятельно, например с помощью аутотренинга, не получилось, можно принять седативные, успокоительные, препараты на основе трав, объясняет. Инстаграм. Больница Надежда Прохватилова, консультант-кардиолог регионального сосудистого центра ГУСГА ББЭП номер 25. Она также напоминает, что во время самоизоляции не следует забывать о физической нагрузке, хотя бы минимальной, погулять с собакой или просто на балконе, сделать легкую разминку, ведь для поддержания тонуса сердечно-сосудистой системы двигаться необходимо. Важно также следить за весом, поскольку самоизоляция способствует его набору. Специалист рекомендует не есть больше обычного, ввести в рацион зелень укроп, петрушку, кинзу, фрукты, овощи, богатые витаминами и клетчаткой, сократить употребление углеводов и соли, не злоупотреблять алкоголем. Посмотреть эту публикацию в инстаграм. Публикация от 25 больницы Волгограда, собака КБПП 25, 11 апреля 2020 года в 2 часа 48 минут ЭДТН. Забываем правильно мыть руки есть в соцсетях больницы и другие рекомендации, более простые, на первый взгляд, но не менее важные для предотвращения возможного заражения коронавирусной инфекцией. Так, медицинская сестра операционного блока ГУСГА ББП номер 25 Оксана Кочеткова в небольшом видеоролике показывает, как правильно мыть руки. Набираем в ладонь достаточное количество мыла, размыливаем его, обязательно намыливаем кончики пальцев, намыливаем ладони, наружную поверхность кистей, хорошенько промыливаем все пальцы, и большие тоже, затем смываем, рассказывает она. В пояснении кролику уточняется, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует мыть руки минимум 15 секунд, а лучше 30. После трехсекундного мытья руки полностью покрыты бактериями, и после шести секунд большая концентрация бактерий остается на верхней части руки, вокруг кольца, под ногтями и кутикулой, объясняют специалисты. Инстаграм. Публикация от перинатальный центр Волгоград. Собака Вогбук 2, 20 апреля 2020 года в 9 часов 23 минуты. К родам, не выходя из дома для женщин, которые в эти дни готовятся к рождению детей, Волгоградский областной клинический перинатальный центр номер 2 перевел на дистанционный режим школу осознанного родительства маме. Как рассказали сотрудники больницы, на данный момент специалистами в социальных сетях было проведено 4 прямых эфира. В частности о том, как будущей маме оставаться спокойной в период пандемии, в прямом эфире рассказала перинатальный психолог Галина Васильевна Морозова. Путь родительства можно пройти, только обладая позитивным ВИ, день им будущего. У каждой женщины, которая ждет рождения ребенка, и так присутствует волнение, как все пройдет, как я справлюсь, как справится малыш. Но это волнение естественное, его не нужно бояться. Что такое роды? Это день рождения вашего ребенка праздник. И волнение ваше должно быть радостным, как перед любым праздником. Именно с таким настроением и нужно приезжать на роды, считает психолог Галина Морозова и добавляет, что находится на связи 24 часа и если с волнением и страхами не удается справиться, готова оказать психологическую поддержку своими пациенткам. Во время прямого эфира коронавирус и беременность также обсуждались практические рекомендации беременным и родившим мамам, которые в силу мнительности подаются панике из-за эпидемиологической ситуации. А во время прямого эфира, посвященного партнерским родам, обсуждались возможные альтернативы для родителей, которые готовились встретить рождение ребенка вместе. В больнице также уточнили, что на каждое онлайн занятие сейчас приходит до 600 зрителей, а в течение суток запись смотрит порядка 5-7 тысяч зрителей, в то время как на очные занятия в среднем приходит 10-15 мам. Медики советуют также всем своим пациентам помнить о том, что при возникновении проблем, при ухудшении состояния лучше сразу позвонить своему лечащему врачу. Записи прямых эфиров доступны в социальных сетях на страницах 25-й больницы скорой медицинской помощи Волгограда и Волгоградского областного клинического перинатального центра номер 2.